всем здравствуйте сегодня 6 октября 2023 год пятница одесса сегодня в одессе ночью была воздушная тревога взрывов и работы полу в одессе мы не слышали хотя говорят что кто-то слышал ну мы лично в нашем районе не слышали в одесской области был прилет это попали в зернохранилище в паром на границе с румынией и полностью сгорело девять машин грузовых зерном паром закрыт потому что он негоден для работы и машины должны переезжать на этом пароме проезжают не только машины зерном там проезжают машины автобусы которые едут в другие страны и просто машины с людьми которым надо переехать границу поехать другую страну то есть там могли пострадать кто угодно но люди не пострадали слава богу а вот в харькове да сегодня в харькове попали высотные дома есть пострадавшие есть погибшие а вчера в харьковской области попали разбомбили полностью кафе да в котором были поминки и погибли 55 человек сначала говорили 48 уже 55 есть фотографии есть видео жуткие я их не выкладывала на своем канале телеграм одесские прогулки я всегда говорю мы говорим что мы говорим за одессу за одесскую область ну вот почему то сегодня мне хотелось сказать потому что потому что мы просто люди не это очень много мирных граждан да это просто да также хочу сказать что вчера выступал один господин президент российской федерации ввп я его так называю и он стал рассказывать кто что одесса кому принадлежит вкратце он сказал посмеялся улыбнулся так ему весело все тут же отреагировали конечно одесса это украинский город да в нем живет много национальностей могут говорить на разных языках но государственный язык в украине и в одессе украинский еще в советское время одесса тоже была украиной когда разделились разделились республики и распался советский союз украина также была украина одесса в составе украины украины когда советский союз распался никто никому претензий не предъявлял подписали документы границы украины такие то других республик такие то подписали расписались печать поставили претензий никто никому не имеет так что одесса это украина украинский город и говорят в украине на украинском языке а уже кто на каком говорит это уже другой вопрос это касается только нас нашей страны что еще в одессе в одессе кстати вчера на гюнеске был пожар очень сильный это район аркадия кто не знает писали сначала что горит сухая трава а потом я прочла что горел этот ресторан сам вела о может быть даже и загорелась трава да и от него пошло потому что все таки ветерок есть был вчера тоже ветер но а может быть наоборот по-другому никто не знает потому что первоначально точно писали что горит трава такая-то столько-то площади у меня на канале у нас на канале телеграм одесские прогулки есть пару фотографий там видно пожар и как горит в одессе сегодня вроде бы как и вчера но немножко я не знаю даже трудно сказать да вчера было очень тепло а сегодня теплее да а сегодня уже так прохладненько и ветер хотя мне комфортно ну да ты жаркий мужчина видите работают магазины кафе есть свет есть газ есть вода так где-то отключают у нас периодически в одессе где-то отключают и газ и свет и воду ремонтируют готовятся да к сезону чтобы было все хорошо и хорошо работало особенно зимой хотя обещают зиму теплую но вы же понимаете теплая зима это не значит что не надо включать отопление да даже если на улице будет плюс пять все равно мы включаем все равно надо чтобы было включено отопление больше уже плюс пять холодно понятно сейчас же да такое правило плюс восемь неделя да и включается отопление да меньше восьми да да видеть часто этого не сигнализируют вы знаете все время хочется конечно рассказывать что-то положительное что-то позитивное но вот видите сейчас такие обстоятельства такое происходит что постоянно какие-то новости не очень хорошие или даже вообще нехорошие гибнут люди это всегда очень трагично гражданское население мы идем опять по центру Одессы все знают что мы в основном ходим в центре города реже молдаванка ну заходим на молдаванку иногда да мы просто ходим так чтобы было когда нам надо где-то пойти мы уже да мы уже совмещаем вот видите это ресторан приятное аж полезное да делаем небольшую прогулку вас прогуливаем видишь это новое все здание всунули видишь как под ноги да сегодня пятница и как всегда в пятницу и выходные а смотри здесь двор такой ворота открыты все время что-то где-то идет какие-то мероприятия старый-старый двор да там такие двери старые да с 3 найти ворота высоты да сколько здесь метров до потолка четыре с половиной да мне кажется больше да четыре с половиной много не много но мне кажется здесь еще выше потому что я же квартиры с такими высокими потолками четыре с половиной пять шесть да вот видите ходят троллейбусы естественно жизнь продолжается и надо жить надо жить и не не паниковать не депрессировать а наоборот как-то поднимать себе настроение и все и все мы рядом кто с вами у многих людей много всяких проблем и в Одессе и в других городах Украины ну что идем направо и в карта ну идем хорошо сильно долго стоять на светофоре да это из-за этого да вот союз архитекторов Одесская организация союза архитекторов Украины номер один интеркют открыто да 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 еще я на своем канале телеграмм Одесские прогулки выставила пост где я рассказываю что на Морозливской 2 в одном доме в одном доме очень красивом собираются восстановить фигуры льва львов их подняли но пока не выставляют а просто приготовили должны получить разрешение я не рассказываю что это за дом что это за улица как он называется чей вы можете зайти опять же на наш канал и там все это есть написано я не говорю потому что не хочу повторяться чтоб вам было интереснее смотреть ну вот о чем мы всегда говорим вот едут по тротуару крутые машины которым все можно да главное здесь поставили видишь да стоит вот ограничитель но это не для них получается электрический да не для них значит они хозяева этого ограничителя мы снимаем молодой человек встал и смотрит кого мы снимаем и что да кстати на этом месте очень часто вот такое движение я уже рассказывала именно на этом месте нас чуть не задавила одна дама да ты помнишь было такое да ну все да будем заканчивать будьте нам здоровы берегите себя берегите своих близких и пускай у всех наступит завтра и пускай у всех наступит завтра и да это а и Продолжение следует...